Доктор философии Александр Дворкин начал с наиболее распространенных фейков современного неоязычества. Представители этой веры с их точки зрения возрождают утраченные ритуалы своих далеких предков. О прошлом и настоящем неоязычники по сути создают мифы, которые далеки от исторической действительности. Главный фейковый аргумент подобных сект, по словам Александра Дворкина, в том, что язычество, дескать, бытовало на Руси еще до появления православия. Были прозрозненные племена Поляне, Древляне, Вятичи, Кривичи, Чудь, Меря и прочие племена, которые друг с другом враждовали, которые верили в самых разных богов и которые постоянно выясняли отношения друг с другом. Поэтому, соответственно, коль скоро нам говорят о традиционности язычества для русского народа. Тогда нужно спросить, о которой язычество самое традиционное – язычество полян или язычество древлян. По словам доктора философии, главная задача всех неоязыческих сектор – разделить народ изнутри. Неважно, в какой стране. В России единственная традиционная религия православия с ее ценностями и обычаями. Русский народ зародился в купеле князя Владимира. То есть, понятно, что это было, то есть, это вот, собственно, рождение русского народа. Понятно, что это не одномоментный процесс, это не одномоментное событие, это процесс, который занял века, постепенно. Но вот из этого, постепенно, благодаря православию, все эти раздрозненные племена, они сливались в единую такую вот этнокультурную общность, которая стала русским народом. Протеерий Александр Новопашин сравнил неоязычество с нацизмом. Даниил Кропчунов рассказал об историях подмены русской культуры. Иерий Александр Кузьмин изложил свою глобальную теорию о том, что неоязычество в современных реалиях угрожает национальной безопасности. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».